Русский музей В Русский музей издана не только коллекция русского искусства, здесь представлено достаточно богатое собрание произведений иностранных художников, потому что с XVIII века иностранные художники работали в России, и их работы, многие работы этих художников представлены в Русском музее как «Росика». Поэтому вот как раз Рут Баумгарта, она входит в этот состав тех художников, которых нам очень было приятно показать в своих стенах, потому что это тоже вторая половина XX столетия, и она представляет как бы такой современный экспрессионизм в западном искусстве. Русский музей 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 Живя в Африке, она делала какие-то наброски, а затем в свою студию в Белфорде она уже расширяла их композиционно, сюжетно, наполняла красками. Краски не просто яркие, скажем так, работы, они наделяются часто какими-то символическими и сюрреалистическими чертами, потому что мы часто видим там кожу зеленая, неестественного цвета, там красное небо и так далее, то есть все это усиливает эмоциональный какой-то экспрессивный заряд, который она дает своим работам. Интересно, что она действительно не просто совершала такие туристические краткие набеги, она по несколько месяцев жила там и в основном была южно-восточная часть Африки, Замбия и так далее, и часто даже с какими-то переменами общалась. И специфика ее взгляда, скажем так, во многом заключается в том, что она не просто впечатлялась пейзажами Африки, которые мы чаще всего, наверное, можем увидеть, когда использовали в творчестве дальнейшем, ее интересовали именно люди и не просто люди, не просто, скажем так, обряды, какая-то внешняя сторона, а именно их внутренние отношения, отношения между собой, отношения с окружающим миром. Поскольку для нас не секрет уже сейчас, что Африка претерпела довольно серьезные политические, экономические потрясения, изменения на протяжении всего XX века. И в то время, когда она туда путешествовала, эти процессы уже были запущены, она их видела, она видела, что происходит внутри, как-то влияет на людей. И все ее работы, они, в общем-то, основаны где-то на нервах, где-то на эмоциях, где-то на впечатлениях. И она все время пыталась подсмотреть за ними и каким-то образом это в работах передач, что в четверг раз оправдывает вот эти часто неестественно яркие цвета, которые она использовала как, в общем, такое вспомогает мне выразительное, а может даже не вспомогает мне основное выразительное средство в своих работах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok